Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале Английский язык по плейлистам. Мы продолжаем наш плейлист и наш список глаголов. Следующий глагол – шокировать. Шокировать будет шок. Шок – это шок, и шок – это шокировать. Эта вещь может шокировать тебя. Эта вещь, this thing, может, can, шокировать тебя. Shock you. This thing can shock you. Следующий глагол – спрашивать, задавать, вопрос, ask. Я хотел бы задать тебе пару вопросов. Я хотел бы, I'd like, задать тебе, to ask you, пару вопросов. Вот пару чего-то – это фраза a couple of. Couple – это пара, а a couple of – пара чего-то. A couple of вопросов, questions. Я хотел бы спросить у тебя некоторые вещи. Я хотел бы, I'd like, спросить у тебя, to ask you, некоторые вещи. Some things. Видите, по-русски мы говорим спросить у тебя, но здесь никакие предлоги не нужны. Просто ask you. I'd like to ask you some things. Следующий глагол – записывать. Например, какую-то речь, видео. Record. Я хочу записать его речь. Я хочу записать. I want to record его речь. His speech. I want to record his speech. Он записывает так много видео ежедневно. Он записывает. He records так много видео. Ежедневно – ежемесячно. Ежемесячно будет – monthly. Ежемесячно. Month – это месяц, а monthly – ежемесячно. Следующий глагол – приносить. Bring. Это может принести тебе большие деньги. Это может. It can принести тебе, bring you, большие деньги. Big money. It can bring you big money. Это может принести тебе успех. Это может. It can принести тебе, bring you, успех, success. It can bring you success. Следующий глагол – нужно, нуждаться, need. Мне нужно сделать это срочно. Мне нужно. I need сделать это, to do it, срочно, будет urgently. Срочно. Мне нужно это, срочно, мне нужно. I need – это, it, срочно, urgently. I need it urgently. Мне нужна эта информация, срочно. Мне нужна. I need – это информация, this information, срочно, urgently. I need this information, urgently. Видите, например, мы с вами написали, сказали, I need to do it urgently. И переводили как, мне нужно сделать это срочно. В принципе, можно и по-другому перевести. Мне нужно срочно сделать это. По-английски только так, видите, urgently идет как раз в конце. Вот так грамматически строятся предложения. Так повторим. Shock. This thing can shock you. Ask. I'd like to ask you a couple of questions. I'd like to ask you some things. Record. I want to record his speech. He records so many videos monthly. Bring. It can bring you big money. It can bring you success. Need. I need to do it urgently. I need it urgently. I need this information urgently. Следующий глагол. Учиться. Учиться, изучать. Study. Study. Не так легко. Учиться и работать одновременно. Не так легко. Не. It isn't. Так легко. So easy. Учиться. To study. И работать. And work. Одновременно. At the same time. It isn't so easy. To study and work at the same time. Следующий глагол. Приходить. Это глагол come. Есть такая фраза. Вернись. Вернись. Насловно. Приди назад. Come back. Come back. Вернись. Возвращайся. Come back. Ты можешь прийти ко мне сегодня. Ты можешь. You can. Прийти к. Это come to. Видите, здесь также предлог направления. Приди ко мне. Come to me. Это фраза такая. Come to me. You can come to me. Сегодня. Today. You can come to me today. Ты можешь. Прийти ко мне сегодня или завтра. Ты можешь. You can. Прийти. Come. Ко мне. Come to me. Сегодня. Today. Или завтра. Or. Завтра. Tomorrow. You can come to me today or tomorrow. Именно, видите, come to me. Предлог направления. Это важный момент. Если мы говорим, например, прийти сюда, то будет come here. Без предлога. По аналогии, помните, go here. То же самое. Go there. Например, ты можешь прийти сюда. You can come here. You can come here. Следующий глагол. Платить. Pay. Pay. Я не хочу платить. Так много денег за это. Я не хочу. I don't want платить, to pay, так много денег, so much money, за это, for it. Платить за – это pay for. I don't want to pay so much money for it. Я плачу за эту услугу. Я плачу за – I pay for – эту услугу. This – услуга будет service. Service переводится как сервис. И service – это также услуга service. Service. I pay for the service. Я плачу за эту услугу. Вопрос. Сколько ты платишь за эту услугу? Сколько – how much – ты платишь – do you pay – за эту услугу? За – for – и эту услугу – this service. How much do you pay for this service? It is service. Service. В принципе, здесь звук похожий как слово girl. Девочка – girl. Service. Service. Опять же, если чисто британский вариант, то слышим просто «э», «э», «сервис». Если более американский, то «р» слышится, «эр», «сервис», «сервис». То же самое, или girl, или girl, «гёрл», «гёрл», «гёрл». Мы говорили, что как раз в американском произношении, в варианте произношения, то как раз больше как «р» слышится. Мы сами про это говорили, звук. Далее. Следующий глагол – отказываться. Refuse. Refuse. Я хочу отказаться. Я хочу. I want отказаться to refuse. I want to refuse. Я хочу отказаться делать это. Я хочу. I want отказаться to refuse делать это. Видите, здесь получается два раза to. Want to и refuse to. I want to refuse to do it. Ещё один глагол. Заканчивать. Заканчивать – finish. Finish. И пример. Мне нужно закончить этот проект скоро. Мне нужно закончить. I need to finish and project this project скоро soon. I need to finish this project soon. Let's repeat. Study. It isn't so easy to study and work at the same time. Come. Come. Come back. You can come to me today. You can come to me today or tomorrow. You can come here. Pay. I don't want to pay so much money for it. I pay for the service. How much do you pay for the service? Girl. Refuse. I want to refuse. I want to refuse to do it. Finish. Finish. I need to finish this project soon. Вопрос. Когда ты заканчиваешь свою работу? Когда. When. Ты заканчиваешь. Do you finish. Свою работу. Your work. When do you finish your work? Следующий глагол. Стоять. Stand. Stand. Они обычно стоят на этом месте. Они обычно. They usually. Стоят. Stand. На этом месте. Вот на этом месте. Эта фраза. In this place. То есть на каком-то месте. Именно предлог in. In this place. I usually stand. In this place. Я не хотел бы быть на этом месте. Я не хотел бы. I wouldn't like быть to be на этом месте. In this place. I wouldn't like to be in this place. Если на твоем месте, было бы тогда in your place. In your place. На твоем месте. Следующий глагол. Летать. Fly. Fly. Он часто летает в Англию. Он часто. He often. Летает. Flies. В Англию. Видите? Предлог направления. Это to. Англию. England. He often flies to England. Она обычно летает туда дважды в месяц. Она обычно. She usually летает туда. Летает. Flies. Туда. Помните, мы с вами говорили? Туда, сюда. Здесь предлог направления не нужен. Просто flies there дважды. В принципе, можно было даже сказать two times, два раза или дважды. Просто часто дважды. Twice a month. Он обычно летает туда три раза в год. Он обычно. He usually. Летают туда. Flies there. Три раза в год. Три раза. Three times. В год. A year. A year. Это выражение. В месяц. A month. В год. A year. Это стоящая фраза. Следующий глагол. Говорить на каком-то языке. Это глагол speak. Speak. Я стараюсь говорить по-английски, когда у меня есть эта возможность. Я стараюсь. I try. Говорить по-английски. To speak English. Когда. When. У меня есть. I have. Это возможность. This. Возможность. Opportunity. I try to speak English when I have this opportunity. Моя мечта. Говорить по-английски, как носитель языка. Моя мечта. My dream. Говорить. Помним, что здесь нужна связка. My dream is. Говорить. По-английски. To speak English. Как носитель языка. Как. Like. Носитель языка. Native speakers. My dream is. Как вы помните, на автомате мы тоже избирали. My big dream. My greatest dream. Is to speak English like native speakers. Пожалуйста, то есть, можете использовать, опять же, конструкцию с предыдущего урока. Здесь просто, пока для простоты, просто открыли my dream. My dream is to speak English like native speakers. Следующий глагол. Интересовать. Interest. Interest. Вопрос. Это действительно интересует тебя? Это действительно. Does it really interest you? Does it really interest you? I need to finish this project soon. When do you finish your work? Stand. They usually stand in this place. I wouldn't like to be in this place. Fly. He often flies to England. She usually flies there twice a month. He usually flies there three times a year. Speak. I try to speak English when I have this opportunity. My dream is to speak English like native speakers. Interest. Does it really interest you? Вопрос. Что интересует тебя больше? Что? What? и интересует interests тебя you больше? More. What interests you more? Следующий глагол. Выбирать. Choose. Choose. Это выбирать. Мне нужно выбрать свою будущую профессию. Мне нужно I need выбрать выбрать to choose свою то есть мою my будущую профессию future profession. I need to choose my future profession. Не так легко выбрать нашу будущую профессию. Не так легко. It isn't so easy выбрать to choose нашу будущую профессию. Our future profession. It isn't so easy to choose our future profession. Следующий глагол практиковаться. Практиковаться. Practice. Practice. Если американский вариант правописания то через C. Practice. Британский вариант через S. То есть и так и так возможно. Или practice. Здесь переводится как практиковаться и практика тоже practice. И же practice. Вот именно так. По умолчанию так. Practice. И скажем Я понимаю, что мне нужно больше практиковаться. Я понимаю, что I understand that мне нужно I need больше практиковаться. Дословно практиковаться больше. To practice больше more. I understand that I need to practice more. Я стараюсь практиковать свой английский. Я стараюсь I try практиковать to practice свой английский my English. I try to practice my English. Окей. Хорошо. Let's repeat. What interests you? Choose. I need to choose my future profession. It isn't so easy to choose our future profession. Practice. I understand that I need to practice more. I try to practice my English. My friends, thank you very much. We continue this very important playlist. Thank you.